Для многих людей словосочетание старой качки звучит нелепо, ведь силовой тренинг это спорт здоровых, сильных и прежде всего молодых, а тут какие-то стариканы-пенсионеры. Именно так и думают большинство обывателей. В чем-то они правы. Бодибилдинг это действительно удел сильных людей, но не только телом, а прежде всего духом и возраст. Тут совсем ни при чем. Бодибилдинг для взрослых это уже тренд. Несмотря на устоявшиеся общественные стереотипы, число тех, кто вместо дивана выбирает джимовую лавку, растет во всем мире день от дня. О людях, которые наотрез отказываются стареть, о самых старых бодибилдерах я хочу сегодня вам рассказать. Снижение, ухудшение, ослабление, уменьшение. Чем старше мы становимся, тем чаще эти слова звучат в нашем лексиконе. Но слабеет не только тело, слабеет и наша воля. Нам все труднее что-то менять в своей жизни, отважиться на поступки, бороться и побеждать. Бодибилдинг неестественный вид спорта, которым можно и нужно заниматься после 40. У тренировок с отягощением есть один неоспоримый плюс. Это искусство постоянного преодоления лени, плохого настроения, болезней своего возраста. Поднимая штангу мы не просто укрепляем мышцы прежде всего, мы делаем крепче свою волю. И в этом плане, на мой взгляд, бодибилдику для взрослых просто нет другой альтернативы. Хуан Рекерс, 55 лет, Нидерланды. Хуана Рекерса старым качком не назовешь, ему всего 55, но он не выглядит даже и на свой возраст. Виной тому, не по годам мощное телосложение, густая борода и покрытые татуировками с ног до головы и тела. После бодибилдинга мотоцикла его вторая любовь. Хуана Рекерс настоящий байкер, каким он и должен быть. Накачанный, брутальный, колоритный. Однако, внешность в его случае обманчива. На самом деле он неисправимый романтик, добрый и отзывчивый человек. Он просто с удовольствием играет роль агрессивного качка, записывает мотивирующие ролики и рекламирует бренд спортивной одежды. Хуан Рекерс настоящая знаменитость. Он один из самых необычных возрастных бодибилдеров и поэтому пользуется огромной популярностью. Но при этом Хуан бесплатно работает в фитнес-клубе, тренируя людей с психическими заболеваниями, демонстрируя всем, что он большой и сильный человек с добрым сердцем. Свой возраст татуированный бодибилдер воспринимает спокойно. И хотя он поклонник здорового образа жизни, это не мешает ему периодически участвовать в байкерских слетах по всему миру. Бочонками пива и жареным мясом. Выгоняя потом лишние калории на не по возрасту тяжелых тренировках. 59 лет. Иран Махмуда Заре. Еще они называют дедушкой Джекина. И его видеоролики набирают огромное количество просмотров. Но при этом подробной информации о нем крайне мало. Известно лишь то, что родился он 30 апреля 60-го года в Иране. Но несмотря на свою слабую известность, Махмуд Заре является одним из наиболее впечатляющих возрастных бодибилдеров. Он занял второе место на чемпионате мира по бодибилдингу в 2012 году, а в 2018 году он выступил на Арнольд Классик. Махмуд Заре представляет марку спортивного питания и участвует в различных рекламных мероприятиях. На пороге своего 60-летия старый бодибилдер выглядит и выступает лучше многих молодых атлетов. Скромный по современным меркам, мощные объемы он компенсирует хорошим качеством, отличным рельефом и огромной харизмой. Это иранский супердедушка показывает всему миру, как можно выглядеть в 60 лет. Если позабыть про свой возраст и регулярно нагружать себя в тренажерном зале, нам года не беда. Так он любит говорить. Назвать Александра Ешанкина старым бодибилдером язык не поворачивается. Взрослым, зрелым, возрастным, да, но не старым. Он профессиональный культурист и паролифтер из Екатеринбурга. 11-кратный чемпион мира по бодибилдингу, основатель знаменитого на всю Россию фитнес-клана Ешанкина. Уже в будущем возрасте за 40 демонстрировал силовые показатели, которыми могли бы гордиться и более молодые атлеты. Жим лежа 175 кг, становая тяга 270 кг, приседания 250 кг. При этом его собственный вес составлял 89 кг. Александр Сергеевич занимался спортом с самого детства, делал зарядку, соревновался с соседскими ребятами в отжиманиях, подтягиваниях, прыжках в длину и удержании уголка на перекладине. После армии уехал в Казань, где поступил на факультет физической культуры. Там он выбрал секцию тяжелой атлетики и через полгода стал мастером спорта. На первое соревнование по бодибилдингу Александр Ешанкин попал в 37 лет. Чемпионат проводился в Тольятти в 1989 году, где занял первое место. С тех пор практически не пропустил ни одного из них. Его сын Дмитрий, победитель турнира Арнольд Классик в категории классический бодибилдинг, популярный фитнес-тренер. В настоящее время Александр Ешанкин руководит фитнес-клубом в Екатеринбурге и проводит занятия в Академии фитнеса. Зная не понаслышке, что такое бодибилдинг для взрослых, он тренирует немолодых атлетов и проводит тренировки для реабилитации. Андреас Кахлин, 65 лет, Швецы. Он швед, убежден вегетарианец, ему 65 лет. Кахлин был заметной фигурой золотого века бодибилдинга, выиграл немало соревнований и выступал наравне с такими знаменитостями, как Арнольд Шварценеггер. Последний раз поднимался на сцену в 93-м году. В 2011-м он тряхнул стариной, выступил еще раз, но уже на соревнованиях ветеранов. Ему пришлось отрастить бороду, став похожим на сказочного гнома, чтобы скрыть последствия удаления опухоли на лице. В результате операции половина лица осталась парализованной. Андреас Кахлин владеет компанией по производству и продаже товаров для спорта, хотя его дни славы, возможно, уже прошли. Старый качок Андреас ведет здоровый образ жизни, тщательно заботится о своей мышечной массе и ежедневно тренируется, потому что он так привык и по-другому уже не может. Железо у меня в крови, говорит этот дед-бодибилдер. Билл Хендрикс, 68 лет, США. Дедушка, который тренируется 6 раз в неделю, стал настоящей сенсацией, благодаря его отличной физической форме, рельефному прессу и роликам на ютубе. У Билла Хендрикса, пенсионера из Техаса, теперь тысячи поклонников по всему миру. Бывший морской пехотинец не выглядит на свои 68 лет, позирует топлиц и консультирует таких же, как он, возрастных бодибилдеров. У него трое детей и пять внуков, поэтому ему есть чем заняться, но при этом он считает, что бодибилдинг для взрослых – это наилучшее время препровождения для людей в его возрасте. Билл Хендрикс очень любит качать пресс и уделяет тренировкам этой группе мышц повышенное внимание. Особое внимание Билл уделяет своей диете и периодически устраивает короткие голодания на 1-2 дня, благодаря чему ему удается поддерживать минимальный уровень жира, несмотря на замедляющийся с каждым годом обмен веществ. Рафаэль Диаз, 72 года, Испания. Несмотря на почтенный возраст, он реальная звезда Ютуба. При этом активно тренируется, участвует в чемпионатах и даже занимает призовые места. Рафаэль – трехкратный чемпион мира по бодибилдингу. Его спортивная карьера началась довольно поздно, в 35 лет. Несмотря на это, ему удалось добиться больших успехов в наборе мышечной массы и сейчас он тренирует других. Мировая популярность к Рафаэлю Вера Диазу пришла благодаря одному видеоролику. В нем он, загримировавшись под неуклюжего старика, вместе с такими же пожилыми друзьями пришел в тренажерный зал. Занимающиеся в нем молодые атлеты смотрели на забредших по ошибке пенсионеров с чувствием, опасаясь, как бы старики не уронили себе чего-то на ногу. Но когда Рафаэль начал сжать штангу весом в 94 килограмма, зал просто затаил дыхание. Старый качок снял спортивный костюм и показал деткам свою истинную фигуру. 72-летний бодибилдер просто поразил своими мышцами молодежь, привыкшую считать себя круче всех. Рафаэль Диаз – это яркий пример того, что никогда не поздно начать заниматься спортом, сделав его частью своей жизни. Робби Робинсон, 73 года, США. Было время, когда черно-белые плакаты с Робби Робинсоном украшали стены многих подвальных тренажерных залов. Фото, на котором он был изображен качающим бицепсы с помощью изолятора, не могло никого оставить равнодушным. Даже бицепсы Арнольда меркли перед его руками. Объем, пропорции, форма, проработка – все было просто супер. Уже нет тех залов и плакатов, а Робби Робинсон, или как его еще называют «Черный принц», до сих пор в отличной форме. Свою последнюю победу он завоевал в 45 лет. В 48 он выиграл титул «Мастер Олимпия», обойдя двухметрового Луфи Ринью. На соревновательном подиуме в последний раз он выходил, когда ему было 55 лет. Будучи уже не молодым, он легко приседал со штангой весом 260 кг на 10 раз. Езжал ногами 300 кг на 20 раз. Старому качку сейчас 73 года, но он совсем не похож на обычного пенсионера. Вместо этого он участвует в фитнес-соревнованиях по всему миру, занимается продажей спортивного питания и тренируется наравне с такими звездами, как Майк О'Херн. Своим образом в жизни Робби Робинсон показывает всему миру, что бодибилдинг действительно не имеет возраста. Сэм Брай Аунт, 74 года, США. Он пришел в тренажерный зал в 44 года. На тот момент Сэм переживал сильнейший стресс от своего бракоразводного процесса, и тренировки с железом стали для него настоящей отдушиной. Ему повезло встретить инструктора, хорошо разбирающегося в особенности бодибилдинга для взрослых, и уже через год он впервые вышел на сцену. Он совершенно не умел позировать и ничего не смыслил при соревновательной углеводной загрузке. Но, несмотря на это, он занял четвертое место среди таких же возрастных участников. С тех пор Сэм участвует во всех соревнованиях для мастеров, к которым успевает подготовиться. Несмотря на свои 74 года, он продолжает работать водителем-погрузчика и занимается по схеме 2 дня тренировок плюс 1 день отдыха. Эрнестина Шепард, 83 года, США. Эрнестина Шепард – мировой рекордсмен, занесенный в книгу Гиннесса как самая старая женщина-бодибилдер. Идея прийти в спортклуб принадлежала не ей, а ее сестре Милдре. Она пригласила Эрнестину заниматься аэробикой, чтобы вдвоем было веселее. Тогда ей исполнилось 56 лет, и она была самой обычной секретаршей с лишним весом и другими возрастными прелестями. Быстро на двигающейся старости постепенно аэробики ей стало не хватать, и она перешла к бодибилдингу. Атмосфера тренажерного зала Эрнестине очень понравилась, и она просто влюбилась в тренировки. Вместе с сестрой они активно тренировались некоторое время и выступали на соревнованиях. Как вдруг Милдред умерла от разрыва аневризмы мозга. Шок от произошедшего вызвал у Эрнестин сильнейшую депрессию. Только тренируясь в зале, она приходила в себя и обретала былое состояние духа. На фоне смерти сестры она занималась с удвоенной активностью, мотивируя других женщин в возрасте начать заниматься бодибилдингом. Годы шли, она занималась, участвовала в соревнованиях. Сначала она стала самой старой женщиной-бодибилдером в 2010 году, а затем подтвердила свой титул в 2016 году. Сегодня Эрнестина Шепард работает тренером в Балтиморском фитнес-центре. Владелец клуба восторженно отзывается о ней, называя местной достопримечательностью, и отмечает, что большинство клиентов приходит в клуб, чтобы лично познакомиться с потрясающей Эрнестиной. Бабушка-бодибилдер встает в 3 утра, выходит на пробежку и пробегает 15 километров. В 8 утра она приходит в зал, сначала тренируется сама, потом занимается с группой. Тренировки Эрнестина Шепард включает в себя упражнения со свободным весом, работу в тренажерах, статическую нагрузку, а также упражнения на растяжку. Она считает, что ее миссия – подавать пример другим, доказать, что старость – не приговор. Она уже долгие годы доказывает, что бодибилдинг для взрослых – это круто. Если Эрнестина Шепард – самая старая женщина-бодибилдер, то Рэй Мун – самый старый дед-бодибилдер. В 2014 году, имея заключаем 84 прожитых года, он попал в книгу рекордов Гиннесса, как самый возрастной соревновающий культурист, выступив на мировом чемпионате по фитнесу в Мельбурне. Впервые на свидание со штангой Рэй Мун пришел за 10 лет до этого. В 74 года тяга к соревновательному бодибилдингу у пенсионера из Австралии возникла благодаря тому, что за него всерьез взялся его тренер, бывший мастер вселенной Грэм Лансфил. Он был уже сам старым бодибилдером, и поэтому хорошо знал, как тренировать людей после 40. К тому же, сказать, что Рэй Мун придерживался до прихода в зал здорового образа жизни, было бы неверно. Он любил выпить и был заядлым курильщиком сигар. Но все изменилось, когда ему стукнуло 60. За 10 лет Мун перенес операцию на сердце, остановку сердца и даже клиническую смерть. Ему установили кардиостимулятор. У него было два апоплексических удара, грыжи и проблемы с простатой. Но вместо того, чтобы смириться со старостью, он купил абонемент в тренажерный зал. Правда, на этом проблемы со здоровьем у него не закончились. Спустя 5 лет врачи обнаружили у него рак мочевого пузыря. Но он снова не сдался, победил болезнь и вернулся к занятиям бодибилдингом. Чтобы укрепить сердце, ему пришлось внести существенные изменения в тренировочный процесс. Поэтому особое внимание Рэй Мун уделяет кардионагрузке. Каждое утро он начинает с пробежки. Тренировки в тренажерном зале тоже подверглись изменениям. Он продолжает работать со свободными весами, повысив количество повторений в подходе до 15-20. И старается не доходить до отказов в упражнении. Несмотря на перенесенные заболевания, он не перестает удивлять поклонников своей спортивной формы, позитивным настроением, а главное тягой к жизни и несгибаемой силой воли. Какой вывод можно сделать из этих 10 рассказанных мною историй? Очень простой. Неважно, занимаетесь ли вы спортом с детства, как Александр Ишанькин, или решили прийти в зал седым стариком, как Рэй Мун. Начинать заниматься бодибилдингом не поздно, никогда. Нужно лишь захотеть что-то изменить в своей жизни, чтобы разговоры о здоровье не остались болтовнёй, а превратились в конкретные действия. Короче, седина в бороду, штанга в руки. Нам года не беда. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok